Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Бытия» по тексту Геннадьевской Библии 1499 года в переводе на русский язык издательством «Актион». И мы читаем следующий раздел, который соответствует третьей главе книги «Бытия». «Змея же была мудрейшей из всех зверей, сущих на земле, которых сотворил Господь Бог». Святитель Иоанн Салтаус поясняет, что дьявол избрал это разумное животное, змею, дабы через нее попытаться смутить нашу праматерь Ему. Этим словом «змея», «змей» Библия показывает нам, как дьявол проникает в нашу жизнь. Это свойство змеи. Она незаметно, неслышно подкрадывается ко своей жертве и наносит смертельный укус, который выглядит чем-то незначительным вначале, а потом это может привести к полной смерти. Так и грех, он имеет прелоги греховные, любой смертный грех. И мы не обращаем внимания на грех, если это не смертный грех, или не сразу обращаем внимание. Но любой также греховный прелог должен нас заставить задуматься, потому что мы уже в зоне риска. «Змея же была мудрейшей из всех зверей, сущих на земле, которых сотворил Господь Бог. И сказала змея жене, что это сказал Бог, не ешьте от всякого древа, которое в раю». На самом деле Бог так не говорил. «Бог сказал, от всех деревьев в саду можете есть, только от древа познания добра и зла не ешьте от него». Дьявол искажает слова Бога сознательно для того, чтобы смутить нашу праматерь Еву, вывести ее из духовного равновесия и втянуть в бесполезную дискуссию. Такие вопросы задаются не для того, чтобы выслушать правильный ответ, а для того, чтобы вовлечь человека в какую-то ненужную для него дискуссию. И ошибка праматери нашей заключается в том, что она, как учит Златоуст, созданная для того, чтобы собеседовать с Адамом, начинает собеседовать со змеем. Ей надо было сразу удалиться, увидев змея, который заговорил с ней, и удалиться к Адаму, мужу своему. Так и народ Божий в единстве во Христе преодолевает любое искушение, а вне Христа может потерять правильные ориентиры. То есть мы кто-то или что-то во Христе и со Христом, как я часто говорю, и мы никто и ничто без Христа. И сказала жена змее от всякого древа, сущего в раю, «Едим от плода древа, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте от него. Не прикасайтесь к нему, да не умрете». Бог не говорил, не прикасайтесь. Бог говорил, не ешьте, ибо в день, в который вкусите, смертью умрете. Ева добавила к словам Бога, казалось бы, религиозную строгость. Даже не прикасайтесь, дьявол это будет использовать. К словам Бога ничего добавлять нельзя. И здесь Библия нам подсказывает, что происходило дальше. Змей подтолкнул ее к дереву, она прикоснулась, не умерла, и он дальше предлагает уже есть. «И сказала змея жене, не умрете смертью, ибо ведает Бог, что в тот день, когда съедите от него, отверзутся ваши очи, и будете, как боги, ведущие добро и зло». Все зло в мире существует, потому что каждый из нас носится со своим автономным пониманием добра и зла. И чтобы в мире воцарилась гармония, мы должны восстановить права и приоритеты Бога. А древо познания добра и зла реально представляло из себя и символизировало собою, как мы уже говорили, право или приоритет Бога решать место человека и знать человека, что такое добро и зло. И когда люди сорвали от этого древа, они присвоили это право себе, самим решать, что есть добро и зло. А так как мое понимание добра и зла может не совпадать с пониманием добра и зла моего соседа, вот начинаются распри не только между соседями, между домами, между городами, селами, странами, и возникают войны и всевозможные конфликты. Итак, дьявол предлагает нам присвоить себе право самим решающего такое добро и зло. А как нам восстановить приоритеты Бога? Библия, Священное Писание – это книга, которая рассказывает, что есть добро, а что есть зло. Ибо в Священном Писании есть заповеди запретительные, которые ограждают нас от зла. Например, не прелюбодействуй, не убивай, не укради. И есть заповеди повелительные, которые призывают нас к добру. «Почитай отца и мать, помни день Господень» и так далее. Далее рассказывается о том, как грех входит в нашу жизнь. И увидела жена, что добро – это древо вснеть, то есть в пищу. Первая похоть – это похоть чрева. И что угодно очам видите, видите его, и красиво – это похоть очей. И разум дает – это похоть любопытства или лжеменного знания. «И взявшая плод его, ела жена, и дала его мужу своему, и вместе ели, и отверзлись очи у обоих, и уразумели, что нагие были, и шили листья смоковные, и сотворили себе припоясание». Что значит «открылись у них глаза»? На добро у них глаза закрылись. Открылись глаза на зло. И хотя раньше они были ноги, они как дети, не смущались. А сейчас, после грех падения, открылись глаза на зло и закрылись на добро. Им стало стыдно друг дружке, и отверзлись очи у обоих, и уразумели, что ноги были, и шили листья смоковные, и сотворили себе припоясание. А что еще может сделать человек? Вот смоковные листья какие-то собрать. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю в полдень, и скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога посреди древ райских». Вот это уточнение услышали голос Господа Бога, ходящего в раю в полдень, в синодальном переводе «во время прохлады дня», указывает, как учит святитель Филарет Дроздов, на постоянство отношений между Богом и людьми. «И скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога посреди древ райских. И призвал Господь Бог Адама и сказал ему, «Адам, Адам, где был?» Адам скрывается в кустах, потому что это не тот совершенный Адам, каким он был до грехопадения. Ибо это самая примитивная форма религиозности – думать, что от Бога можно где-то спрятаться. Но почему Бог, который всеведущ, всезнающ, вездесущ, спрашивает, «Адам, Адам, где был?» Разве Бог не владеет одинаково нашим прошлым, настоящим и будущим? Это риторический вопрос. Господь как бы спрашивает Адама, «Ты жил в раю, а где ты теперь оказался?» В аду. И ответил, Адам отвечает Богу, «Голос твой услышал ходящего в раю и убоялся, что я наг и скрылся». И сказал Бог ему, «Кто возвестил тебе, что ты наг?» А действительно, чей голос нам подсказывает, когда мы творим какие-то грехи, что это грехи, и мы краснеем, бледнеем от стыда. Это голос совести, голос Божий, который живет в каждом человеке, даже в конченом грешнике. И в послании к римлянам апостол Павел пишет, что даже язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, всем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Поэтому, каким бы непросвещенным не был бы человек, если он творит зло, он это ощущает, ибо голос Божий, голос совести, не замолкает в нем. И поэтому, когда Бог вопрошает, «Кто возвестил тебе, что ты нах?», Бог показывает направление, в каковом надо искать покаяние. Как и сказано в Новом Завете, «Если сердце обличает, то грех». Дальше Господь задает наводящий вопрос, «Неужели от древа, от которого заповедал тебе, от всего единственного, единственного, не есть от него, ел». Действительно, заповедь была проста. От одного древа, единственного, Бог заповедовал, не есть. А там было множество дерев в раю, и Адам и Ева могли наслаждаться их снедью. И Адаму надо было бы ответить на этот наводящий вопрос. «Да, я ела дерево, от коего заповедал ты мне, от всего единственного, не есть от него». И это бы означало бы, что Адам покаялся. Если бы Адам покаялся бы, то он смог бы спасти свою жену. Как сказано, «Верующий муж освящает неверующую жену». Но Адам, вместо того, чтобы покаяться, обвиняет другого и косвенно даже обвиняет Бога. И ответил Адам, «Жена, которую мне дал, то есть ты мне дал, та мне дала от дерева, и я ел». Как будто бы Господь Бог дал ему жену только для того, чтобы она его сбила с пути. Адам забыл свои собственные слова, когда первый раз увидев Еву, он с радостью восклицал, «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей». И сказал Бог жене, теперь Бог ищет покаяние у жены, если жена обретет спасение, она может спасти мужа. и божественный Павел Апостол так и пишет, что неверующий муж освящается верующей женою. «И сказал Бог жене, что это ты сотворила? И сказала жена, Змей преснил меня, и я ела». Мы видим, что Адам сваливает вину на другого человека, косвенно обвиняет Бога, его жена Ева, она сваливает вину на змея. О, как мы похожи на наших прародителей! Мы готовы всю вселенную обвинять в своих собственных грехах, только не видеть в себе самом, источник прегрешения. Что происходит далее? «И сказал Бог змею» Бог не спрашивает змея, что ты это сделал, и из этого Церковь Святая делает вывод, что для дьявола и бесов покаяние закрыто. «И сказал Бог змею, так, как сотворил сие проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных. И на персях и чреве доходишь, и землю ешь все дни жизни своей, и вражду положу между тобою и женою, и между потомством твоим и ее, оно тебе поразит главу, и ты поразишь ему пету». Вот эти слова – это Первое Евангелие. Первое Евангелие – это благая или радостная весть о Господе нашем Иисусе Христе. Как воинский призыв, эти слова обращены к змею и против змея, когда Господь говорит, «И вражду положу между тобою», то есть между дьяволом и женою, жена – это церковь, и между потомством твоим, потомство – змея, это те, которые последуют за дьяволом, и между потомством твоим и ее, ее потомство – это верное, но прежде всего сам Христос. «Оно», то есть Он – Христос, тебе поразит главу, Христос сокрушает идеологию дьявола в этом мире, и ты поразишь ему, не им, а ему, одному пету. Пета – это слабое место. Какое слабое место было у Христа? Человеческая плоть, в которой он был оболчен нас ради человека, нашу ради спасения. И враги Христа били его палкой по голове, били его римскими бичами-скорпионами, пронзили руки и ноги на кресте и ударили копьем под ребро. И жене сказал, теперь Бог четыре наказания дает людям, начинает с жены, так как падение началось с нее, и в Библии сказано, начаться суду Божия с народа Божия, то есть с церкви начнутся суды Божия, когда вскроется вся наша неправда, нечистота. И жене сказал, умножая, умножу печали твои и воздыхания твои, в печалях родишь чад твоих, и к мужу твоему влечение твое, и тот тобою обладает. Полная зависимость от мужа. Но это косвенно указывает на зависимость церкви от Христа. И в этом смысле мы это приветствуем. И Адаму сказал, так как послушался голоса жены своей, и ел от древа, от него же единственного заповедал тебе не есть, и от него ел, проклята земля в делах твоих, в печалях есть будешь от нее все дни жизни твоей, и терния, и волш возрастит тебе, и ешь траву полевую, в поте лица твоего ешь хлеб свой. Это наказание Адаму. Далее говорится об общем наказании для Адама и Евы. До тех пор, пока не возвратишься в землю, от которой взят был, ты ешь земля, и в землю пойдешь. Когда человек умирает, это прах, который возвращается в прах. Но Адам услышал первое Евангелие, благую весть об Иисусе Христе, что жизнь придет, жизнь вечная, от семени жены. Что значит от семени жены? Без участие мужского семени. Имеется в виду непорочное зачатие от Духа Святаго Девы Марии. И, зная это, что делает Адам, и нарек Адам имя жене своей жизнь, если бы Адам не имел бы в виду Деву Марию, от которой родится Спаситель, дал бы он своей жене имя жизнь. Скорее бы он назвал ее смертью, ибо через нее мрак и смерть вошли в эту жизнь, через нашу праматерь Еву. Но он уразумел это пророчество, которое было дано. «И нарек Адам имя жене своей жизнь, ибо та мать всем живущим, и она же праматерь Господа Иисуса Христа, и сотворил Господь Бог Адаму и жене его ризы кожные, и облег их». И вот в лицевом своде мы видим, как Господь облекает их в эти ризы. Это уже не те листочки, которыми они прикрывались. «И сказал Бог, вот Адам стал, как один из нас, разуметь доброе и лукавое, и ныне, да никогда, прострет руку, и возьмет от древа жизни, и съест, и жив будет вовеки». То есть в таком состоянии человек не может существовать в раю и жить вечно. «Изгнал его Господь Бог из райского сада возделывать землю, от которой взят был, и изгнал Адама, и поселил его прямо перед райским садом». То есть вот первое изгнание людей, они жили прямо напротив райского сада. А потом люди удалялись все дальше и дальше от рая. Это мы увидим. «И сотворил Херувима и пламенное оружие, вращающееся, охранять путь к древу жизни». Херувим с огненным обращающимся мечом будет теперь воспрепятствовать людям вернуться в рай сладости, потому что они жили напротив рая, они его еще созерцали. И райский свет своими сполохами доносился до них. Вот этот Херувим с огненным обращающимся мечом, он препятствовал людям вернуться в рай. Но когда воин ударил копьем под ребро и стекла вода, символ крещения, и кровь, символ причастия, как учит Златоуст, этим ударом копья движение обращающегося меча Херувима остановилось. На еврейском языке Херувим, круф, слово круф на арамейском круфья переводится как дети. Поэтому, когда на наших иконах православных Херувимов изображают с детскими лицами, это правильно, с младенческими лицами, потому что круфья как дети, а круф это Херувим по-еврейски. И когда Христос говорит будьте как дети, он же говорил на арамейском, это и звучало круфья, это можно понять как дети и можно понять как ангелы. Ведь святых мы называем земными ангелами, небесными человеками. А в православном понимании святость и есть то одно, что может позволить нам вернуться в рай сладости. Но источник святости не человек, а токма Бог. Как луна, она не является источником света, она отражает свет солнца и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Так и святость, которая открывает для нас двери рая, это действие благодати Духа Святаго через таинство Церкви. Следовательно, стяжание благодати Духа Святаго это рачительно означает относиться к таинствам Церкви, к той благодати, которую мы получаем через них. Возделывать и охранять рай собственной души это не выплескивать благодать, которую мы получаем в Святой Церкви, в таинствах Церкви, которые совершает Христос действием Духа Святаго. Итак, сегодняшний день мы провели еще одну беседу. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы вернемся к этой книге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok